Паша Рамштайн, огромнейшее спасибо за щедрую поддержку и отдельное спасибо, что на Сбер. Вот, потому что, как я уже говорил, мне сложно сейчас выводить. Я буду надеяться, что Егор Трофимов у нас стройкометчеством не занимается, потому что у меня есть подозрение, что это он мне когда-то бахнул то ли 18+, то ли что-то. Ну, посмотрим. Значит, Егор Трофимов и Константин Сопрыкин. Это, насколько я знаю, один из более-менее популярных каких-то поклонников Сопрыкина. Ну, относительно. И вот как-то вот я тоже помню, разбирал его какой-то клип в своем разборе, кто смотрит Сопрыкина, кто его подписчики, какая у них музыка. И сравнивал со своими. Ну, давайте послушаем кавер на Негр-Славян. Давайте послушаем. Какой-то у него клип я смотрел самый популярный. Вот, значит, тут я все-таки немного не в тему, но отмечу, что вот эта цитата здесь про национализм, про то, что национализм подразумевает именно любовь к своей национальности, это довольно круто. То есть мне вот это, в принципе, мне эти идеи интересны, скажем так. Ну, конечно, если они до абсурда не доходят. Когда ты одновременно и славянин, и православный, и, блядь, из-за царя, из-за совок. Насберг, да не, не то, что... Но сейчас мне чуть-чуть сложнее выводить Насберг, чем на Киви. Потому что там в Тренинграде остались сейчас небольшие бойня. Звезда под дорога. Звезда под дорога. Насберг, грозы седлают коней. Грозы седлают коней. Но над землей тихо льется покой. Покой. Но над землей тихо льется покой. Покуй. Бля, вот доебаться до Сергея Сокола за вечную жизнь срак и петь покой. На, над землей тихо льется покой, блядь. Землей тихо льется покой. Покой. Над землей тихо льется покой. Эй, эй, блядь, вот что это было? Грозы седлают коней. Коней, коней, это не коней, а коней, грозы седлают коней. Коней, но над землей тихо льется покой. Но над землей тихо льется покой. Такое у него лицо счастливое прям при этом, я не знаю. Покой. Покой. Монастырей. Мэ, мэ, какой-то между а и э у него. Мэ, или аккуратно. Уэ, э, а. Мэ, монастырей. Какой-то вот типа как. Уэ, э. Мэ, чуть-чуть а, то ли о, то ли что-то. Какая-то прям мэ, монастырей. Как вот, блядь, барашек, если вот, допустим, вот выйти в чисто поле. Вот, может быть, он действительно, он хотел именно изобразить вот что-то такое русское, вот наше душевное. Вот выйти. Могу ошибаться. Может быть барашек, может быть козлик. То есть, вот выходишь, и вот такой вот мэ, или какой-нибудь молодой теленок. Такой мэ, мэ, вот этот вот звук он издает. Вот, может быть, он как бы имел в виду это вот. Не монастырей. Как было в оригинале, блин, я прям вот хочу даже открыть. Никогда не поверю, что так же. Небо славян. Давайте послушаем. Какой-нибудь кусочек. Вот монастырей хочется послушать. Нелета блеет выразительно. Нелета хотя бы, он хотя блеет, но он блеет, хотя нет, вру кстати. Он себе. У него там... Я просто тречу себе. Без дачи в меме. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Седлаю коней. Коней, блин. Все четко спит, все, блин. Но над землей тихо льется покой. Монаст... Все отлично Покой Буква О Абсолютно четко, отчетливо Ни единого сомнения Слышно Чуть-чуть есть такая манерность Если докапываться Что мне не очень нравится в таком вокале Это вот такая вот Льется покой Но над землей тихо льется покой Льется покой Лучше гласное тянуть все-таки Но хотя может Кто я такой, чтобы советовать Но над землей тихо льется покой Льется покой Может быть эта маршевость даже и нужна здесь Но мне конечно все-таки Но над землей тихо льется покой Монастырей Ну и там какие-то вибрато добавить Которые я не очень умею, было бы здорово Монастырей А поверх седых облаков То есть все хорошо как бы А тут просто, блядь, какой-то брянский кринж Я не знаю И вы мне еще что-то Что-то кто-то на полном серьезе рассказывает Что Сопрыкин как-то умеет петь Да блядь, вот человек говорит У сокола вечная жизнь срак Сам поет, блядь Пакуй монастырей Что-то выдавливает прям Поясняю, дорогой Константин Попробуй сделать такое чудесное упражнение Смотри, на вдохе надуваешь животик Держишь руку специально, чтобы следить за этим И на выдохе Вот так Сдуваешь живот И соответственно Таким образом Тренируешься направлять голос От диафрагмы Диафрагмы Какой-то Зашел на толчок Как бы получается В деревне Вот что-то Я же даже пернул Выдавил там что-то А именно То есть направляешь Плюс Не тыжишься А направляешь вдаль звук Как будто Вот так Все Все И можно будет легче брать высокие ноты И они не будут звучать так Как будто И плюс надо Сука слоги произносить правильно До того, как я начал изучать вокал Тоже пел, например, ли И-и-и-и-и-и-и-и Пока мне не пояснили Что это, на мой взгляд, кажется клево А на самом деле умелые блеяни Переучиваюсь равно петь гласные Короче, блеять надо уметь просто Вот в чем дело Вот в чем дело То есть Как бы есть вибрато А есть унылое блеяни Есть У кого-то что-то хорошо получается У кого-то плохо Надо свои сильные стороны использовать Вот и все В данном случае У Сапрыкина, в принципе У него есть Как это объяснить Ну, типа Короче, если бы он Не был бы настолько глухим наглухо И в отличие от там Он не очень воспринимает критику В отличие от того же вот Фреда То есть Фред, например, посмотрел Мои какие-то критические видео Касательно него И что сделал Воспринял их Как Типа Ах, вот так ты говоришь Значит, я исправлю это И взял и просто Превратил свой канал Там вот как по инструкции Все сделал круче То есть Прислушался к совету Хоть и юного Относительно него Но все же Что-то понимающего человека За что у Фреда Просто бесконечное, конечно же Почтение И браво Вот И думаю, все Тоже очень рады Что улучшилось качество звука Не знаю Картинка как-то по-другому Там обложки появились У Фреда раньше Обложки на видео были Вообще ужасные То есть я вот как вот Пошутил, можно сказать А получилось Ах, вот как Ну вот сейчас вот возьму И круче сделаю И собственно А тут человек То есть Сам критиковать Очень любит Но чужую критику Послушать про себя Очень не любит И воспринять ее Тоже очень не любит Ягер есть Да В морозилке прям Да Все есть Под покровом небес Мы Под покровом небес Было даже относительно нормально Вот так вот ноту бросил Типа Мы Вот так вот Я не знаю Может кому-то так нравится Но Мы Мы Родились Родились То есть это вот какой-то Вот прям такой Сектор газа на минималках Получился То есть если когда Допустим Хой поет Он мог бы спеть Вот я прям представляю Голосом Хоя Эту же песню Типа Мы Родились И воронеж Воронеж Ты Станься Со мной Че-то там И вот это На Вот что-то такое Прямо у сектора газа Может быть Да Ты со мной Забудь обо всем То есть вот он бросает Так Это вот такое Вот эти подъезды Это супер колхозное Блять Прямо вот такое Колхоз Стайл Синген Что называется Да А тут у него Это как бы Вот Доведенная до абсурда Вот эта колхозность То есть у Хоя Она аккуратная Прикольная И в тему В песне А здесь это вот Типа То есть он берет А опять же Позорит Можно сказать Всю идею Какого-то Национализма Какого-то там Какой-то То есть Вместо того Чтобы показать Какие мы Русские охуенные Как мы здорово поем И Или как Какие славяне Да Мы вот охуенные Как мы Классно умеем Какая у нас музыка Не знаю Какие у нас там Голоса сильные И красивые Как мы ими Он говорит Я быдло То есть Ну зачем так Это позорит Я надеюсь Что господин Трофимов Получше споет С такой-то фамилией Тем более хорошей И с такой внешностью Но надо понимать Что он подписчик Сопрыкина Так что конечно Лежет мороз Вообще хорошо Гонит добычу Весь день Гонит добычу Весь день Ну тут Тут мне кажется Не хватает Ну на фоне Сопрыкина Особенно То есть Но В стужу Держит в узде Дым Деревень Вообще Ну блин На фоне Сопрыкина Здорово Но тут уже Наоборот Не хватает Какой-то Такой в голосе Типа Ну мусственности Что ли Эпичности То есть Блин Ну балдежный голос Но не для таких песен Милосугробов пурга Дочь Белосубой Дочь Дочь То есть он сперва Сперва начал петь Потом открыл рот На милосугробов пурга Дочь Белосубой Зимы Дочь Белосубой Зимы И здесь В окоеме Снегов Вы Оф Хорошо сделал И росли мы Нас Дочит Семя Орды Нас Гнёт Ермо Басурман Но Нас Значит Бен Орды Нас Немой Басурман Немой 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 Я клянусь Я впервые в жизни Это вижу Ледяной Ледяной И всё Это Наша Зав... Строчку за меня хуярни, пожалуйста и тебе всего оференного. Во-первых, допиваем наконец остатки. Все, вот тут прям видишь, на самом донышке там осталось. Вот, и там сейчас следующая бутылка уже наготове. Тут, по-моему, даже не хватит на целую стопку. Ну наконец-то я это доделал, все, добил. Сейчас добьем. Спасибо огромное Дашке Пиписька за очень щедрую поддержку. И, собственно, сейчас бахнем за твое здоровье. Бля, все это мы, это мы, мы. Бля, все это мы, 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 все это мы. То есть, ну, блядь, какой-то такой, как что-то от Димы Маликова, что-то вот куда-то туда. Я не говорю, что это там как-то плохо. Просто, ну, не надо строить из себя то, чем ты не можешь никак являться. То есть, если ты звучишь как вот, как Дима Маликов, не надо. То есть, ну, блядь, представьте, вот Дима Маликов начнет петь там, или вот что-то, какой-то такой голос, то есть, вот это придыхание, вот это. То есть, нужно петь, допустим, там, что-то, может, в духе Агутина, в духе там куда-то вот туда, какие-нибудь такие песенки, просто не знаю. Может, и любви какой-нибудь вот таким голосом, мне кажется. То есть, плюс внешность тоже эффектная достаточно у персонажа. Что-то попроще. У него какой-то самый популярный трек, очень прям какой-то там что-то муторное, что-то хрен поймешь. Что-то вот запоминающееся бы такое там, да. А он типа, ну, как вот представьте, ну, блядь. Какие еще есть вот такие вот прям вот славянские какие-то невозможные гимны, типа, мы солдаты на войне, мы всех порвем, и будем биться всегда за врагов, там, мы там всех их убьем. И, конечно, Россия моя. То есть, ну, это, ну, это ерунда. То есть, вот, блядь, есть Марко Перкович, то есть, который вот там, слушаешь его, и хочется стать хорватом прям, да, и, не знаю, пойти мочить с кем там они воюют. Сербов, наверное, вот, или вот что-нибудь такое. Или, не знаю, пиндосов. Вот. А тут слушаешь, и хочется только вот, блядь, поулыбаться, реально. Опа! То есть, надо понимать, что, возможно, я тоже что-то спеть не смогу. И, возможно, что из того, что я когда-либо там записывал и пел, у меня там есть записи неудачные. Но, в целом, в чем все-таки выигрышность того, что делаю я? Я делаю то, что умею. И делаю то, что именно звучит гармонично. То есть, понимаете, тупо, если человек там, допустим, он выглядит просто вот там как... Ну, представьте, что песни про там славян, про какое-то там, не знаю, невозможное там единение наше. Там будет петь негр просто. То есть, выйдет негр и будет... Мы тут все дети дружбы, там, небославян. То есть, ну, это разве что как поржать, да? Или если Киркоров начнет петь песни про там... В Афгане я воевал, там, и, блядь, всех там, не знаю, в Ираке я мочил. То есть, будет хуйня собачья. Будет смех. Соответственно, должна быть гармония между тембром голоса, внешностью и тем, что ты поешь. Здесь, как бы, человек умеет петь, но поет вообще не то, что ему стоило бы петь. Это я про Трофимова. Про Сопрыкина человек не умеет нихуя петь и не хочет учиться по причине какого-то невозможно огромного просто чувства собственной важности, тупости и бедлятства колхозного. Но, с другой стороны, именно эти его чудесные качества позволили ему стать тем, кем он стал. То есть, именно в силу своего скудаумия он настолько, он искренне настолько тупой, что абсолютно не стесняется делать ту херню, которую он делает. И именно этой своей искренностью он и подкупает, мне кажется. Может быть, это одна из причин его популярности. То есть, я бы не смог себя никогда в жизни заставить, блядь, выложить видос, там, «Парень порвал зад» или «Топ-10 песен, от которых текут бабы». То есть, я бы от стыда умер. С другой стороны, я могу выложить видос, как правильно вытирать жопу. Так что, вот так. Ну, она должна не закрываться. Дашка, биписька, в твоем здоровье, огромное спасибо. Как говорится, за славян, блядь. Громкую топоры, буйные головы сечь, но и народ сам кольчугой звенит, русская речь. Речь какая-то. Вроде е, но... Речь. От перелеска до звёзд. Какая горькая чё-то, прям, плохо пошла. Чица белая рааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Родной стороне нам помирать Нас толчет семя орды Нас гнёт Ермоба Сурман Но в наших землях нет Можешь перемотать назад чуть-чуть Негрославян И на Чудских берегах Да, ледяной колы мы Всё это наша земля Всё это мы Нас точит семя орды Нас 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 Всё это мы Нас Точит семя орды Нас Точит Это студийка Нас Точит семя орды Нас Что-то Тарарарам И Чё-то там Это мы Небославян В чём проблема Это спеть Просто сходу Вообще нормально Орды Нас Гнёт Ермоба Сурман Но В наших венах Кипит Небославян И От Чудских берегов Да Ледяной колы мы Всё Славянский кахон Кстати, если что звучит Это наша земля Всё это мы Мы Какой-то вот Мы 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 Всё Это Мы Типа, ну Опять же Всё это мы Он Какой-то вот Сделал такую Взял Но Это не надрыв Запрекина Это как бы Вот я не знаю Это зачем Как это Назвать Это не надрыв А хуйня Просто То есть Дебильная манерность Наверное Как-то так бы Я это назвал Ну Инструментал Нормальный Кстати Вроде неплохо Прикольно Мастерил игрушки Павлиса Бродил Ну Это в общем Это самый Прям Самый Музыкально Приличный Подписчик Сапрыкина То есть По крайней мере Из тех Которых Я Знаю Это Прям Топовый Уровень Это Топ В плане Музыкальных Так сказать В плане Тех его Подписовцев Кто сам При этом Музыкант Это Прям Какой-то Вообще Верхний Потолок Музыкант 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 Музыкант